Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Слушай, а как ты относишься к упрекам, что мы не говорим, что мы делаем? Вот под роликами с аутизмом есть такие упреки, что вот скажите, что вы делаете, и мы тоже так сделаем, и аутизм уйдёт. Или болезнь уйдёт, выключится и так далее. Что мы делаем? Почему мы не говорим, что мы делаем? Ну как я отношусь к этому? Ну, почему мы не говорим? Мы говорим. На самом деле у нас есть много роликов, правда? И если у человека есть желание, действительно желание, стремление, хотение, то он найдет в наших роликах много чего есть. Очень много. Очень много. И на самом деле человеку уже оттуда можно начать работать и действительно открыть в себе и для себя много что. Ну, видишь, при этом у человека идет вот такой примитивизм. Это обесценивание нас, нашего труда, это отношение вот как к палочке Гарри Поттера. Дай мне палочку, я тоже сделаю. Да? Но для меня это примерно то же самое, что дай мне палку, я собью Теслу автомобиль с дерева или мобильный телефон, там стук, но прилетит ко мне, он будет работать. Да? Ну, не растут на дереве мобильные телефоны, не растут Теслы на деревьях, да? И получается, что у человека вот такое восприятие, что скажите мне, что вы сделали, и я точно так же повторю. А здесь труд, здесь большой труд, здесь осознанность должна быть. А чтобы была осознанность, надо работать. Работа над собой, работа с людьми, это опыт, это состояние, это такие внутри трансформационные процессы, чтобы осознать в себе этого Бога, того Бога, который реально это все творит и проявляет. И это путь, это много лет, это много лет практик, это много лет, действительно, когда ты себя посвятил вот всем этим психотехникам, когда ты работал с людьми, это опыт. И в результате моего опыта я знаю, что у меня это работает. В результате твоего опыта ты знаешь, у тебя это работает. Наши знания сложились, и мы с двух сторон зашли, и поэтому у нас это работает быстро. Но это огромный трансформационный процесс. Даже если взять за последние два года, как поменялась ты, как поменялась я. За два года. Совсем разные. Совсем разные. Если взять меня тогда, когда я работала в автобизнесе, какой я была, и та, которая сейчас, это вообще два разных человека. У меня даже муж об этом говорит. Мой муж, который консерватор, который меня принимает любой. Консерватор. Но при этом, смотри, как твоему мужу повезло. Он с разными женщинами жил. И поэтому, а что мы не говорим? По-моему, нет ни одного варианта, который бы мы не отдали людям. То есть мы даем бесплатно кучу психотехник, ролики, там, как делать зеркало, изменился, проявился, счастье, двойное восприятие, тройное восприятие и так далее. Куча роликов обучающих. Абсолютно бесплатно, господа. Да, вы за эти материалы платите на тренингах деньги. На НЛПшных тренингах их назовут по-другому или на экстрасенсорных и продадут вам одну психотехнику за другие деньги. Но это с другим названием. И вы будете рады, что вам экстрасенс выдал. Я сидела на экстрасенсорных тренингах, я их организовывала. И я сидела и переслушала очень много. Особенно если это западный скопированный вариант. То это одна мысль на день. Иногда одна мысль на полдня. А все остальное лапша. Сути нет. Много слов. Вода. И ты из этой воды выбираешь, выбираешь, выбираешь. Мы когда даем материалы, у нас суть настолько уплотнена, что человек не способен прочесть. Мне сразу говорят, книжку управления восприятием больше 10 страниц за раз прочитать невозможно. Потому что она запакована сутью. Запаковано так, что она сразу лупит в подсознание. И человека запускается процесс осознавания прочитанного. Потому что там глубина. Потому что там объемы заложенной информации. Там нет воды. Книжки, которые мы сейчас по инфодайвингу, мы специально разбавляли. Мы разбавляли, чтобы еще углубить человека через интерес. Там двойная задача. Там не просто дать суть. Там еще и углубить надо. Чтобы как буравчик вошел в свою психику. И когда вот эти вещи выдаешь, сложнейшие вещи выдаешь. Выдаешь простыми словами. Бери не хочу. Человек ленится делать. Ленится практиковать. Вы не даете. Дайте мне Гарри Поттера, блин. Возьми на книжке. На книжной полке. Их много написано уже там. И ты знаешь, иногда так грустно становится насчет того, что настолько. Или интеллектуальный уровень человека не соответствует. Ему еще рано инфодайингом заниматься. Но он же тоже хочет быть здоров. У него же тоже есть физическое тело. И там тоже есть божественная суть. Только она почему-то загажена какими-то убеждениями, представлениями. Которые обесценивают работу других людей. Причем ту работу, которую ты вообще не понимаешь. Ты не понимаешь, как устроен мобильный телефон. И ты хочешь его сбивать палкой. Это капец. Вот на мой взгляд, это капец. Это деградация. Так и есть. У меня недавно был эпизод, когда обратилась мама одного ребенка-аутиста. И она сразу отрезала, что консультацию она заказать не может. И у нее там куча. Она начала писать мне письма как психотерапевту. У меня нет времени заниматься. Действительно нет времени заниматься теми, кому нужна психотерапия. Пожалуйста, у вас есть ваши врачи или ваши психологи, с кем вы можете работать. Но я ей послала практики, которые надо делать. Как первый шаг. И написала, что сознание включить все равно нужна будет отработка. Поэтому пускай начинает все равно ей работать. В ответ я получила, что я грубая колхозница. Ее проигнорила и так далее. В общем, я когда на это все смотрю, это элементы манипуляции на самом деле. И это про осознанность. И это про реакцию сознания. Про карму человека. 70 лет греби. За 70 лет ты изменишься, наверное. А если не изменишься, следующую жизнь гребти будешь. А если ты приходишь и ты будешь осознаваться, то надо понимать, что это твоя карма. Тебе ее надо осознать. Ее отработать и так далее. И тогда эти практики все в помощь, а не в открытом доступе. Но практики не включат сознание ребенка. Для того, чтобы включить сознание, нужен Бог. Только Бог может включить сознание. И это очевидные вещи. И если ты не понимаешь, что для того, чтобы включился мобильный телефон, нужна сотовая сеть оператора, то здесь это очевидно. На мой взгляд, очевидно. Но, наверное, людям непонятно. Потому что у нас такое же тело. Мы выглядим точно так же. Но сколько лет мы посвятили вот этим психотехникам? И сколько мы их из себя достали уже в последние два года, когда мы перешли в состояние работы парасомномбулизма и пошли на глубину? Сколько людей до нас занимались этим же самым? Доставали те же схемы по сакральной геометрии? Я же беру в книгу, эти схемы уже разрисованы. Почему эти люди, кто это рисовал, не лечат других людей и не показывают действительно на результат, как это работает? Потому что это еще надо привязать. Это нужен уже жизненный опыт. И это опыт ни одной жизни. Это опыт ни одной жизни. И я сегодня осознаю, что то, чем мы занимаемся, мы занимаемся уже даже не один десяток жизней с тобой. И пришли мы в это время целенаправленно. Да, целенаправленно. Хотя по факту это на сто лет раньше, чем готово общество. Но просто если было не прийти сейчас, то немножко были бы другие изменения, другие трансформации в обществе. И симуляция защищает эту игру от уничтожения. И поэтому и нужен инфодайвинг тоже. И надо развитие сознания человека. И через сто лет будет другая медицина, другая техника, все будет другое. Потому что человек все равно должен вернуться к развитию и развитию сознания. И вернуться толпой невозможно. Каждый идет туда как индивидуум. И к Богу толпами не ходят. К Богу приходят осознанно, с индивидуальностью. Потому что Бог в каждом человеке. И только индивидуальность может прийти к нему. И когда идут такие процессы, когда, казалось бы, элементарнейшие вещи, на мой взгляд, элементарнейшие вещи, а человек обесценивает, перечеркивает, и дай мне на халяву побольше. Да, да, да. И когда человек говорит, что вы не говорите, что вы делаете. Знаешь, какое у меня вот сейчас я над этими словами. Это человек, который привык, что его везде за ручку водят. Ну, то есть управляют, по сути. По сути, это человек, на самом деле, которым управляют. Ну, ему сказали, шаг ли, шаг вправо. Да, ему сказали. Сегодня два шага сделал в эту сторону. Делает. Вот это так. А самому двигаться у него даже, видишь, не возникает мысли даже. Сразу обвинения. Ну, так работает ритуальная магия. Сейчас и религия, я замечу, одинаково. Что религия, что ритуальная магия. Это об одном. Там человеку дают ритуал. Говорят, что ты вот прошел, три раза повернулся, поплевал через левое плечо, ударил по бубну, зажег свечи, посмотрел в шар, и после этого сказал какую-то мантру. И все, и все будет работать. И человек уверен, что у него будет работать. У него знание старинное, глубинное. Ну, это разрушительное знание, потому что оно режет психику на две части. И не способствует развитию, да? Оно не способствует деградации. Конкретно способствует деградации. Еще большему распылению. Ох, ну, в никуда, да. На самом деле, вот если брать по мигам, по тому, как работают тетрайдры, да, когда они пишут, то был период, был период от грани, чуть-чуть отступить, был период, когда ритуальная часть работала на развитие человека. Это был кратковременный период, когда, я думаю, может, лет пятьсот, может, там, ну, по годам трудно судить в подсознании. Был период, когда стада людей надо было объединить и направить внимание на что-то общее. И вот тогда, вот эта ритуальная часть, когда им перекрывали уши, глаза, нос, вкус, кинестетику, когда их перекрывали, я имею в виду блеск огней, запах свечей, там, ладан, там, и так далее. То, что используется в магии очень часто. Когда, по сути дела, их отключали от внешнего, обращали в себя и в себя заставляли начать, там, думать над какой-то задачей, да, там, молиться, например, или, там, какой-то ритуал выполнять. И это служило какое-то ограниченное время именно развитию для того, чтобы человек из стадного образа жизни перешел к индивидуальному. Вот этот вот период, когда индивидуальность не осознавалась вообще. Вот на этот период, наверное, вот это разрезание психики на две части, оно имело значение. Но на сегодняшний день уже с этой точки восприятия, где мы находимся сейчас, это деградация. Это уже не развитие, это уже движение в обратную сторону. Это точно так же, как старение и умирание. То есть, вот период, когда ребенок растет, да, вот в этот период, когда надо было от стадов перейти к индивидуальности, это могло срабатывать. Но сейчас вот все, что касается вот этой ритуальной части, это нет. Нет, ну а человеку можно дать только ритуальную часть, а в инфодайнге нету ритуальной части. Инфодайнг – это про работу с сознанием, а это может Бог. А для того, чтобы Бог, надо осознать в себе Бога. А для того, чтобы осознать в себе Бога, надо углубиться, прийти к Нему и привязать к проявленной реальности через результат. Что делал Иисус Христос? Он показывал, Он демонстрировал, да, вот-вот-вот. Что делаем мы? Мы лечим людей, мы показываем, мы демонстрируем, и мы учим, и рассказываем, как прийти, что сделать. Куча материалов в открытом доступе, куча стримов, куча всего. Дайте мне таблеток побольше. Вы не дали таблетку. И у меня зависание, потому что, наверное, обычно со своей прямолинейностью я бы сказала, нет мозгов, так нечего тренировать, да? Может и так? Ну, человек это воспримет как грубость, опять-таки скажем. Ну, так я грубая колхозница, я согласна. А на самом деле, просто, знаешь, как краткое содержание, суть большого, можно было сказать, это очень мягко, много слов красивых, да? А можно, вот как ты сказала, выдержка из всего этого двумя словами. Палкой? И по Тесле на дереве. Или по мобильному телефону. Есть шанс, что прилетит? Миша, человеку, смотри, а человеку надо именно, вот как ты сказала, американская, да, технология или кого-то там, что суть, там, суть, ну, буквально одна мысль, не суть, а одна мысль, а на целый день разглагольствования. Вот это вот предпочитается, это легче воспринимается. так смотри. То есть видишь, какое вокруг, то есть вот это. Я знаю очень много американских психотехник, я же прошла и тэхилинг, и вьюинг, и приглашала в Беррой Ларуси Дебру Ленкац, и очень-очень-очень-очень-очень много всего, что проходило, да, и не только американские, и российские, и спецслужбы, и гипнотизеры, и все подряд. В книжке во второй инфодайвинг, инфодайвинг, или в первой, или в надсознании, и в подсознании, я там часть перечисляла, даже, наверное, в первой, даже фотографии вставляла, вот тогда, когда мы еще не перешли к погружениям, вот, но я выбрала только тех людей, где были значимые, да, даже если посмотреть мою квартиру, сколько фотографий висит с известными людьми, да, то это две стены завешенные, и это половина где-то из того, это то, что мы распечатали, а вот, и это же тоже был путь, и я сидела на семинарах, и я смотрела, вот, я записываю всегда суть, мысль основную, да, и у меня есть семинары, из которых есть две строчки, эти семинары стоили по 300-500 долларов, дороже, и люди, а на самом деле две строчки, а на самом деле две строчки, и ты знаешь, у меня был один семинар, я как организатор была крайне недовольна, то есть, у меня был шок тогда от семинара, очень известный человек его вел, не буду говорить фамилию, а люди выходили и благодарили меня, какой крутой семинар, и у меня тогда была нескладуха в голове, у меня была нескладуха, потому что меня люди выходят, благодарят за то, что этот человек приехал в Минск, а у меня непонимание, потому что я, ну, буквально две строчки записаны, сути мыслей, а все остальное, я видела одну психотехнику, которая, ну, она в НЛП применяется, поэтому я ее знаю как НЛП, но вообще на ней построено очень много психотехник из экстрасенсорики, то есть, чаще всего применяется, но при этом я знаю ее не как психотехнику, я знаю как свою манеру речи, у меня от рождения нестандартная манера речи, если человек захочет за мной записать, написать по моему ролику или почему-то статью, у него будет вынесен мозг напрочь, то есть, реально за мной записать очень тяжело, потому что у меня речь построена так, что она сразу врывается в подсознание и закладывает информацию, и это у меня с детства, меня этому никто не учил, но когда я изучала психотехники НЛПовские, и мне надо было, или НЛПовские, как красиво называют, и мне надо было распознать, как речь правильно строится, вдруг я нашла, что они там говорят о двух-трех вкладках, а у меня до десяти, естественным образом, я когда это в себе узнала, мне, кстати, помогла тогда Наталья Ларасуша еще эти вещи у себя отследить, то есть, я же за собой не слежу, за своей речью, она мне это, потом мне говорит, я как профессиональный журналист, я за тобой записывать не могу, это невероятно сложно, и я тогда на этом семинаре увидела, как просто все было построено на такой речи, полностью вынос мозга у человека, полное счастье, полная благодарность, состояние исключительное, но при этом полное отсутствие сути, и я понимала, я могу точно так же людям давать материал, но я так не могу, с одной стороны, моя речь позволяет, с другой стороны, я не могу, потому что у меня в основе, чтобы я вообще начала, в поток вошла, и начала говорить, мне обязательно нужна суть, причем суть развернуть ее начинку, чтобы была мысль основная, и чтобы эта мысль еще дошла до человека в подсознании, сразу, ударно, даже если он не будет понимать сейчас, он потом вспомнит, когда дойдет через 5 лет, он вспомнит, вернется и скажет, о, так я это у Зайцева слышал, вот, и было же такое у тебя, да, и у меня уже такое было, когда мне через 4 года человек прислал благодарность, что он понял, о чем шла речь, вот, но вот такого упрощения, конечно, нашей работы, это дискредитация, и это, ну, человек просто, видишь, ну, не готов, да, не готов, это кратко так, инфодайвинг, это не для всех, не для всех, это, и он никогда не будет для всех, он будет для тех, у кого сохранилась, вот эта витиеватость сознания, у кого сохранилась творческая составляющая, знаешь, я как скажу для кого, у кого работают верхние структуры, от B3 до B7, у кого они выключены, заблокированы, инфодайвинг для того не пройдет, потому что он не сможет работать во втором и в третьем секторах психики, а это снятие информации, и это закладка информации, просто у человека это будет закрыто, заблокировано, это давайте не сможет, естественный природный фильтр, и когда говорят, как вы защищаетесь, чтобы там информация не попала в ненужные руки, пускай симуляция об этом позаботится, мы на нее спихнули ответственность, на кого хочу, на того спихиваю, хочу, могу, позволяю, потому что мне это сейчас выгодно, Мало того, это интересует кого-то, но не нас, да? Да, потому что у меня в Багдаде все спокойно. Да, да, да. Озарение пошли, да? Какую фигню мы делаем? Наконец-то до нас, до самих доходит, что мы делаем? Да, я понимаю, мы делаем вообще невероятные вещи. С точки зрения сегодняшнего развития человека, развития его сознания, мы делаем сумасшедшие вещи. После выхода книги «Инфодайвинг коллективное, бессознательное» и описание инкарнационных процессов из глубины, потому что первичное, как снимается информация, закладывается, мы уже описывали. А это, вот то, что я сегодня расписывала, да, я понимаю, это другая губина. Это вообще другая губина. И это про другой уровень развития человеческого сознания. Бог в человеке. Человеку открыта вся информация. Человеку открыты все озарения, все изобретения, все новшества, все открыто. Человек может взять лишь то, что он может пропихнуть в социум здесь и сейчас. Поэтому мы видели, что брал Леонардо да Венчи, мы видели, что брали великие, да, когда они опережали уровень развития своего общества. Но они могли пропихнуть туда лишь то, что соединиться с той деревяшкой, которая была названа мобильным телефоном. То же самое сейчас. Абсолютно то же самое. Точка старта, только другой год, другой век. Абсолютно. Абсолютно. И это здорово. И это здорово. И это кайф. Кайф, что мы сюда залезли. Кайф, что мы сюда пришли. Сейчас надо продумать систему, как это оставить в книгах, в людях, в обществе, в медицине, в науке. Обязательно в науке. Пускай это займет у нас время, но это надо делать. Но это надо, да. Потому что мы это делаем не для людей. Вот сразу. Это мы делаем для себя. И мы это осознаем. Мы это осознаем. Потому что следующая инкарнация. Придешь ты опять на остров Мумба-Юмба, или ты придешь в общество осознанных людей. Либо ты подготовишь это общество, и придешь играть в ту игру, которую ты заложил сейчас. А игра формируется в среднем на 120 лет. И сейчас играется та игра, которая была заложена 120 лет назад. Даже больше. И есть, да. И есть над чем подумать. Доигрывается. И есть над чем подумать, куда нам хочется прийти в следующие жизни. В какое общество ты хочешь прийти. А мы инкарнируем через 2-4 поколения. Если идем вперед, либо мы инкарнируем в прошлое. Если наша душа не прошла сквозь фильтр, тот, который там, когда заднее зеркало наше фильтровочное забито чужими программами, чужими убеждениями и так далее, тогда мы инкарнируем туда, чем забито, чтобы почистить фильтр. Мы видим на СТО. Поменять фильтра. Десятка. И поехали опять. 2000 назад и весь этот период заново. И поэтому, как это сейчас, в этом моменте, здесь и сейчас. Важно осознать это, да? Потому что есть возможность перейти на новую игровую карту. Вот он, переход. Можно уйти вперед на новую игровую карту. Более того, вот сейчас уже можно перейти без инкарнации. Потому что до этого можно было переходить только с инкарнацией. Сейчас и эта возможность открыта. Да? И когда это осознаешь, понимаешь. И создать, создать другую игру, где действительно вы в раю, вы познаете в себе Бога, Творца, Создателя, Абсолют. салют. Так познайте. И ловите кайф. И даже осознав все это, да, ты можешь осознанно вдруг захотеть, нет, я поиграю еще, ну, на тысячу лет назад пойду, осознанно, да, кстати, поиграю еще там. И потом так можно и опять заблудиться. И не вернуться. И не вернуться. Хотя, ты знаешь, вот последнее наше погружение, вот все, что касается этих червоточин, блин, я верю в машину времени на подходе. Вот она на подходе, вот совсем на подходе. Немного осталось. И наука к этому приходит. У людей этот пласт информационный уже открыт и есть готовность уже определенного сообщества пускай пока не в Беларуси, но уже есть готовность определенного сообщества воспринимать эту информацию, выводить ее в научную, потом переводить ее в разряд изобретений, то есть вот этот духовный уровень, потом переходишь, переход на вот этот уровень, когда идут действительно озарения технического плана, потом в этот ремесленнический уровень. И в принципе у общества уже есть готовность. я думаю, что от 5 до 10 лет им может что-то родиться. А может раньше? А может раньше. Вдруг? Прямо сейчас. Но оно уже существует, потому что уже есть запросы. Этому и говорю. А вдруг? А этот мир двигается на нас, а мы в точке. и время задаем мы. Потому что все мы. Потому что все мы. и время. Пока-пока.